Так, ну, во-первых, непонятно, куда дели Алину Супьян, фигуристка из Петербурга, выступающая за Израиль. В прошлом сезоне она выступала на юниорском гран-при, а в этом году я ее ни на одном этапе не вижу. Что странно, потому что у фигуристки неплохой потенциал, и она может стать номером один сборной Израиля на долгие годы, так что, конечно, странно, что она куда-то пропала. Также мы видим за Азербайджан выступает Американка и непонятная ситуация с Катей Рябовой. Непонятно, будет ли она выступать за сборную Азербайджана в этом сезоне на юниорском гран-при. Также из тех наших фигуристок, которые представляют другие страны, можно отметить Мария Левушкина, которая представляет Болгария. Также не так давно мы говорили о Екатерине Луневой, представляющей Кипр, и вот она получила место на этапе в Риге. Ну и, конечно, будем болеть за Украиночку Настю Архипову, за новую испеченную Полячку Катю Куракову, ну и, естественно, за наших фигуристок. За Дашу Усачеву и за Майю Хромых. Что касается Даши, наконец-то мы ее увидим. В этом сезоне ее обе программы сделаны очень хорошо, хорошая музыка. Ну и самое главное, что Даша в этом сезоне получила вот эту магию Этери Тутберидзе, когда уже от одного присутствия фигуристки на льду, даже на разминке, ты уже понимаешь, что это катает кто-то особенный. Единственное, конечно, опасение в отношении Даши, это то, что на контрольных прокатах мы так и не увидели чистый прокат. В короткой программе была ошибка на дорожке шагов, а в произвольной программе падение с прыжка. Надо привыкать катать чисто, поэтому будем надеяться, что именно этап в Риге будет для Даши успешным и она не допустит никаких ошибок. Что касается времени соревнований, хорошо, что совпало, время в Риге и в Москве одинаковое. Поэтому вот это местное время, которое вы видите, можно сказать, что это московское время.